В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В обеспечении углеводородного сырья задержаны большегрузные автомашины, оборудованные скрытыми емкостями объемом 20 кубических метров каждая. Мы заряжали непосредственно машину при сбытии, при реализации этой нефтеврезки, этой нефти. Уже получены показания, что они осуществляли эту деятельность в других районах на протяжении всего 2014 года. Поэтому работа продолжается. И работа в этой части будет системно осуществляться на территории Самарской области. А практически в самом центре города полицейские задержали шестерых членов преступной группы, которые на протяжении нескольких месяцев совершали вооруженные нападения на интернет-клубы Самары. По версии полицейских, организатором группы стал 22-летний гражданин одной из соседних республик. Как установило следствие, задержанные причастны к семи разбойным нападениям. В ходе обыска у них изъят пистолет. Впоследствии сотрудниками Следственного комитета на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции, в отношении участников и лидера группы, возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 209 Уголовного кодекса Российской Федерации «Бандитизм». Всех, кто, возможно, пострадал от действий задержанных, полицейские просят обращаться по телефонам, номера которых вы видите на экране. Ожидание стоило результата. Чтобы вернуть жителю Самары похищенный автомобиль, правоохранителям пришлось буквально собирать его по частям, которые нашлись спустя почти месяц, но уже в городе Кенель, в одном из стыхов авторазбора. Подробности в нашем сюжете. Вернуть в целости не удалось, но сохранность налицо. Отдельно от кузова своих покупателей ждут двери, двигатель, колеса и прочие детали легковушки. На каждой уже стоит ценник. Почти месяц назад эта Вазовская, 99-я, была угнана у жителя Самары. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин КАС, совершивший кражу данного автомобиля, который сообщил, что перепродал эту машину в город Кенель для дальнейшего авторазбора и продажи отдельных узлов и агрегатов. Цех авторазбора в Кенеле располагался в одном из дворов частного сектора. Разбором автомобиля занимался местный 24-летний умелец. Покупал все, что предложит, даже не проверяя документы. А предполагали, что машина в угоне находится? Ну, я ее вчера только по компьютеру пробил и узнал только вчера то, что она ворована. А что же раньше-то не проверили, когда покупали? Да вот что-то не догадался. Сообщать в полицию о том, что обнаружил угнанный автомобиль, мужчина не торопился, за что теперь поплатился. Остался и без отданных за нее денег, и без машины. Позже при обыске цеха были обнаружены запчасти на любой вкус, снятые преимущественно с отечественных автомобилей, а также два госномера. Краденые ли они, сейчас устанавливают полицейские. Также решается судьба авторазборщика. А вот счастливчику, законному владельцу 99-й, теперь будет чем заняться в собственном гараже, собирая любимую ласточку деталь за деталью. 11 уголовных дел по статье «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» возбуждено в ходе проведения полицейскими операции «Арсенал». Несколько человек привлечены к уголовной ответственности. Один из них был вооружен буквально до зубов. У него в доме нашли карабин, винтовку, ружье и боеприпасы к ним. С 12 мая проводится очередная операция «Арсенал-2015», целью которой являются изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств. В Самаре взят под стражу виновник дорожной аварии Леонид Петров. Напомним, 9 мая на улице Новосадовая, выехав на встречную полосу на автомобиле «Ауди», он устроил ДТП, в котором пострадали несколько человек. Четыре машины оказались разбитыми, в том числе раритетный дождь времен Великой Отечественной войны, который направлялся на площадь Куйбышева, чтобы принять участие в праздничном параде. Подробности из зала суда в нашем сюжете. Будучи на скамье подсудимых, 25-летний Леонид Петров не верит в происходящее. К уголовной ответственности молодого человека привлекают впервые. Зато административных штрафов за грубые нарушения правил дорожного движения за 7 лет вождения накопилось более 200. В то утро 9 мая обвиняемый возвращался с друзьями из кафе. На улицу Новосадовой его автомобиль выехал на встречку. Я слышал столкновение со встречным движущим транспортным средством «Додж», в котором пострадал водитель и два пассажира, и с автомобилем «Рено Сандер», в котором пострадал пассажир. После этого иномарка влетела в третью легковушку. Те, кто находился в ней, не пострадали. Сам Петров серьезных травм также не получил и уже через несколько минут, бросив автомобиль, скрылся с места ДТП. С повинной в полиции он появился только 10 дней спустя. Следственным отделом по ДТП по городу Самара было вынесено ходатайство об избрании мерописления в виде заключения по стражу водителя «Ауди», в связи с тем, что он долгое время скрывался от следствия после ДТП. Под стражей Леонид Петров пока проведет 30 дней. В подробностях ДТП дальше будет разбираться следствие. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». На полтора года лишили водительских прав и обязали выплатить 30 тысяч рублей штрафа. В Сызране суд вынес приговор очередному водителю, которого задержали в марте этого года в момент, когда тот управлял автомобилем в нетрезвом виде. Информацию о нарушителе инспектором ДПС передали активисты общественного движения «Ночной патруль», которые заметили, как, выйдя из бара, молодой человек садится за руль автомобиля и начинает движение. Отговорить его не делать этого общественникам не удалось. Позже на одной из улиц его задержал экипаж ДПС. Более ста человек задержано, двое из них ждут выдворения за пределы России. Полицейские совместно с Управлением Федеральной миграционной службы проверили одну из овощей баз Самары, где преимущественно трудились уроженцы соседних республик. У всех иностранцев сняли отпечатки пальцев, их поставили на фотоучет и проверили на причастность к совершению преступлений. В отношении 56 из них составлены административные протоколы за различные правонарушения. В отношении двух собраны материалы на административные выдворения за пределы Российской Федерации. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok